Всем привет! Привет, кто зашёл ко мне на канал в гостях у Павловны. Сегодня я нахожусь на пересечении улиц Челюскинцев и улицы Республики. И вот на пересечении этих улиц мы с вами подошли к областной филармонии. Я продолжаю знакомить вас с нашим городом, с нашим замечательным городом. С 1967 года парадное крыльцо этого заведения обращено на улицу Челюскинцев. Я расскажу немного истории. Это здание было построено в 1908-1909 году. Здание построил Тобольский мещанин Янкель Шайчик. Просуществовал он до 1918 года, а в 1919 году дом был национализирован. При советской власти в здании располагался дом правсоюзов. В 1925 году крестьянин-радиолюбитель Михайлов из деревни Зырянка Тюменского района оборудовал в этом здании первую в Тюмени радиостанцию. Зал клуба использовался для концертов, музыкантов и певцов, которые посещали Тюмень в разные годы. Во время Великой Отечественной войны в этом здании разместили эвакуированный Кубанский медицинский институт. В начале 1944 года этот институт вернулся в Краснодар. И в августе 1945 года открылось Кооперативное товарищество «Художник». Вскоре после образования Тюменской области в 1946 году здесь было организовано концертное бюро. А в 1958 году преобразовано в областную филармонию. Вот такая у нас сегодня погода. Немножко я отвлекусь и продолжу. От бывшего дома здесь ничего почти не осталось. Дом постоянно реконструировали. В 1998 году в филармонии организован Камерный оркестр Тюмень. Под руководством руководителя, дирижера и солиста Антона Шароева. Это заслуженный деятель искусств Украины, лауреат многих международных конкурсов. В 2000 году на третьем этаже здания был установлен орган. В 2002-2003 году филармония была закрыта на реконструкцию, а все концерты стали проходить во дворце «Нефтяник». Там было арестовано здание, и все артисты выступали там. 6 июня 2004 года у парадного входа филармонию, сейчас я вам покажу, установлен вот такой барельеф народного артиста СССР Юрия Гуляева, уроженца города Тюмени, автор портрета – тюменский скульптор Раскопов. Конечно, старшему поколению имя этого прекрасного баритона лирического известно. Молодежь, конечно, я сомневаюсь, что знает это имя, но вот это наш местный, так сказать, уроженец города Тюмени – Юрий Гуляев. Он частенько, уже будучи певцом с мировым именем, приезжал в Тюмень с концертом. Здесь, в этом городе, жили его родители. Как я уже сказала, здесь частенько проходили ремонт, и вот мы видим такое современное большое здание. Частенько, когда помоложе была, частенько я посещала концерты. Последний раз, к слову сказать, я была здесь два года назад на концерте известной певицы мной любимой Ирины Аллегровой. Она каждый год в октябре приезжает с гастролями к нам в Тюмень. И вот мне на день рождения муж дарил билетик. Хочу показать вам вот такой рояль в кустах. Посмотрите. Сейчас я хочу пройти и посмотрим, что же сегодня предлагает нам филармония, что посетить. Вот сейчас мы с вами подошли к Афиши. На весь апрель расписан почти, ну не каждый, через так, ну через день, через два, через три тут различные будут концерты. Так что вот сегодня, кому было интересно, те досмотрели меня до конца. Я все-таки стараюсь для вас. Некоторые цифры я беру в библиотеке. В областную, конечно, у меня времени нет посетить областную библиотеку. Там, возможно, больше информации. Ну, насколько возможно, в местной библиотеке я эту информацию для вас нахожу. Ну, кому-то интересно. Вот такой у нас дом. Прекрасное место, где можно провести, отдохнуть. А сейчас всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всем гостям рада.